МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наживались на доверчивости и одиночестве. В Краснодаре задержали подозреваемого, который вместе с напарником обманул ветерана Великой Отечественной войны. Жертвы они познакомились на улице и представились продавцами элитной посуды. Участливо и долго интересовались, как живет пенсионер, а потом попросили оставить у него на хранение больше миллиона рублей в евро и долларах. Правда, вместо валюты в свертке были купюры из банка приколов и простая бумага. Злоумышленники убедили ветерана снять с его банковской карточки всю имеющуюся наличность, порядка 240 тысяч рублей, после чего присвоили себе часть этих денег. Краснодарец даже не подозревал, что несколькими минутами ранее они уже совершили кражу из его домовладения. Они украли из дома фронтовика документы и больше 20 тысяч рублей. Один из подозреваемых, 39-летний житель Ставропольского края, задержан в аэропорту Минеральных вод. Его сообщника объявили в розыск. Под Краснодаром обнаружили склад, где хранилось больше 43 тонн элитного алкоголя, правда, контрафактного. Богатый ассортимент спиртного нашли в арендованных ангарах в поселке Знаменском. На бутылках коньяка, водки шампанского и даже текилы были акцизные марки, которые полицейские считают подделкой. Также был установлен владелец данного алкоголя. Это местный житель, мужчина 52-го года рождения. Он пояснил, что собирался продавать данную алкогольную продукцию на территории Краснодарского края. В настоящее время алкоголь отправлен на исследование. Выяснилось и место, где были куплены 85 тысяч бутылок горячительного. Это Северная Осетия. По результатам экспертизы, стражи порядка решат, возбуждать ли уголовное дело. Если дойдет до этого, то владельцу контрафакта грозит до двух лет тюрьмы. Те, кто утром ехали по улице Дзержинского и изрядно опоздали на работу, могут поблагодарить этих автомобилистов. Владелец красной иномарки нажал на педаль газа, когда уже горел запрещающий сигнал. Благо, жигуленок ехал не слишком быстро. Видимо, все-таки перепутал цвета светофора водитель кроссовера. Мужчина и не думал притормаживать перед перекрестком. Его ускоренный жизненный темп затормозила отечественная лада. ДТП произошло на перекрестке Кубана-набережной и Гоголя. На красной их аккурате перекресток не поделили Газель и иномарка. Микроавтобус снес бампер легковушки и от удара сильно накренился. Что случилось с автомобилем дальше, в зону видимости камер не попало, обошлось без пострадавших. Перекресток Северной и Рашпилевской автомобилисты смиренно ждут очереди повернуть. Но водитель белой машины словно рвется в бой. Его пыл мгновенно охладили. Срочно нужно было выехать на многополосную дорогу и этому автомобилисту без повреждений не обошлось. Сначала то, что происходит на перекрестке Тюляева и Уральской, вызывает недоумение и вводит в ступор. Но если посмотреть внимательно, то владелец темной иномарки просто пытался припарковаться. А вот посмотреть в зеркало заднего вида, похоже, забыл. Если бы кто-то придумал премию с самой нелепой покидания парковки, ее первое место наверняка взял бы водитель кроссовера. Но вот второму участнику ДТП было явно не до улыбок. Его авто протаранило внедорожник и едва не перевернуло. Никто не пострадал. Джип угодил в ДТП на пересечении Красной и Ленина. Отечественная «семерка» поворачивала налево, но по главной дороге ехала иномарка. От удара она едва не врезалась в дерево. Видимо, за рулем оказался опытный водитель.